Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня мы продолжаем основной цикл передач, посвященный древней истории и ее циклического развитию на Северном Капказе самых древних времен и сегодня очередной выпуск будет посвящен вот тому промежуточному звену между появлением миотов на историческом арене, точнее даже в позднее время, и предков, о которых мы говорили, о дольменной культуре и северокавказской культуре. Что было между этими культурами и появлением миотов. Итак, по поводу Северо-Западного Кавказа, вот именно этот период, он на сегодняшний день, наверное, один из самых малоизученных. Так же получилось, такой определенный пробел случился, потому что какой-либо яркой именно культуры здесь в это время не появилось, не было открыто и, соответственно, ну как-то вот таких интересных прям крупных находок по этому периоду не было. Итак, что мы имеем? Это период поздней бронзы и перехода в ранее железное, в железный век, то есть появление железа на Северо-Западном Кавказе. Как мы уже говорили в прошлом выпуске, равнинные территории, причем довольно обширные, не только Северо-Западный Кавказ, но и Центральный Кавказ, вплоть до той же территории Чечни, занимали культуры Северо-Кавказские. То есть это целая группа культур, которая устойно очень была объединена вот таким наименованием. Некоторые из них были даже очень разные между собой, поэтому речь шла как бы обобщенно у них. А в горной части в это время существовала дольменная культура, причем существовала она, ну как минимум точно известно, до примерно середины второго тысячелетия до нашей эры. И потом, как дольменостроение в классическом виде исчезло, однако есть сейчас вот новые последние данные о том, что дольменообразные гробницы продолжали строиться, то есть немножко другого рода сооружения, однако оно беспрерывно существовало в переходных формах. Ну собственно перешло, но в переходных формах в Средневековье, в Средние века у нас строились на Северном и Саповном Кавказе, дольменообразные гробницы, если кто не знал, еще в 14-15 веке. Итак, ну не об этом речь. Значит наш период это как раз рубеж второго и первого тысячелетий. Получается, что в это время, что об этом времени известно? Ну не очень много. Значит в последнее время были такие открытия на таких вот точках, да, на городищах или там допустим каких-то отдельных стоянках. Это Красногвардейская первая и вторая верхний слой на левом берегу Кубани. Это основные вот такие городища, которые рассказывают нам о в этом периоде. И Гуамская скала в Адыгее. Ну и также есть еще Михайловский курганный могильник на бассейне реки Лабы. Значит, что интересно по поводу красноармейского этого поселений первых и вторых, они демонстрируют стабильное существование здесь поселений людей от средней бронзы, то есть от как раз таки периода северо-кавказских культур и дающий материалы перехода к местной протомиотской культуре. О протомиотской мы поговорим ниже, что это такое и как это получилось. Ну здесь как бы больше бронзовой эпохи бронзы. Видно, что на этом городище, на его примере, видно, какие влияния изменяли эту культуру, как ввели ее в сторону развития протомиотской. Это влияние из колхиды, колхидской собственно культуры и кабанской культуры, но некоторые их объединяют в колхидо-кабанскую единую. Это очень богатая культура, о которой мы поговорим отдельно, потому что она касалась очень поверхностных именно северо-западного Кавказа. Ну и степные культуры при Кубане, Кобяковской, Позднесрубной. То есть это степники, индоевропейцы, вероятно, не точно, но вероятно, которые, в принципе, как мы в прошлом выпуске говорили, еще и на северо-кавказские культуры влияли в свое время, и даже на майкопскую культуру они влияли. Емная была там культура тогда. И вот здесь идет какой-то такой процесс половины смешивания, говорю, боткинового чего-то. Позже из этого всего вырастет протомиотская культура, которая претерпит в свое позднее время некоторые изменения. Работал над этой культурой Есин. Он еще интересный такой момент открыл, что вот эта культура при Кубанской средней бронзы, она очень мощно продолжала старинную традицию развития металлургии, то есть выплавки бронзовых изделий. И он ее связывал генетически с адыго-абхазским населением, то есть потомками, адыго-черкесским даже, а адыго-черкесским, а адыго-абхазским населением, его потомками, ну точнее его предками. Также он отметил переход так называемого от Пашиного к плужному земледелию, то есть стали появляться такие показательные вещи, массовые находки металлических серпов, характерных для пахотных орудий, собственно орудий жатвы, плугов, то есть заменился сам подход к земледелию в этих местах, что отмечает вот именно отличие этой культуры бронзовой от предыдущей культуры. Распространение этой культуры ограничилось с востока районом Крачаевой-Черкесии, но это еще не точно, потому что там до сих пор еще идут исследования, скажем так. И считая, вот Ясин выводил, что адыгские названия плуга и серпа имеют древнейший пласт именно в адыгском языке, ведущий свое появление именно от языков тех жителей этой бронзовой, эпохи бронзы на этой территории. Ну это пока как бы вот такая краткая информация, потому что больше пока загружать не буду, потому что слишком много деталей и многие еще под вопросом. Здесь, собственно говоря, перейдем к протомиотской. Она появилась, эта культура в первом половине первого тысячелетия до нашей эры, собственно, на закате бронзовой эпохи, вот из этих вот культурных памятников образовалась такая культурная общество, которую называют протомиотской. Почему протомиотской? Потому что от миотов все-таки ее отличает. Ну, во-первых, железо, использование железа, и во-вторых, там определенного рода смешения, которые произошли позже, о которых мы скажем ниже. Что важно, произошли вместе вот в этот период, с появлением первого железа вместо бронзы, стали происходить и определенные духовно-материальные изменения в мире, именно в восприятии мира людьми. У протомиотов начинает складываться в этот момент, вероятнее всего, нардский эпос, самые его древнейшие пласты. И есть мнение, что влияние это извне, то есть от колхида кабанской культуры, в которой, скорее всего, сформировались эти пласты нардского эпоса, и которая таким культурным влиянием распространилась на северо-запад. Она не пришла туда, эта культура, но дала толчок к развитию именно такой вот модели мира, построенного в нардском эпосе. Причем отдельные специалисты указывают, что пришедшие позже уже скифы, что подтверждается данными античных авторов, которые описывали скифов, у них тоже имелся целый пласт историй, очень похожих на нардские истории, пересекающихся с ними. То есть тут стоит самый яркий, самый главный вопрос состоит в том, какое влияние привнесли скифы в нардский эпос. Или наоборот, они что-то взяли оттуда. Либо это было такой микс смешения, что-то от скифов пришло, что-то отсюда. Но известным фактом остается то, что уж точно известно, что скифы и вообще ираноязычные народы очень плотно контактировали с кавказскими народами в очень длительное время, из-за чего у них точно появлялись такие вот гибридные формы мифологии, которые в общем-то стали в итоге нардским эпосом. По крайней мере, вот той части населения, которая проживала на Кавказе. И опять же, сами скифы подверглись изменению, у них вот этот звериный стиль появляется в это время. То есть, какое-то все-таки влияние было серьезное со стороны Кавказа. В это же время, в первой половине первой точки лета нашей эры, в степной зоне Восточной Европы и в том числе на Северном Кавказе получают как раз памятники монументального искусства, кемерийские стелы и скифские изваяния. Ну, это каменные бамбы, видимо. Это лишь говорит о том, что вот в это время как раз-таки переход к железу сопровождался вторжением в эти территории кочевого населения скифского. Период протомиотов это и вторжение скифов, но это примерно 8-7 век, да, уже до нашей эры, были далеко не мирными, потому что сопровождались местами очень таким жестоким истреблением населения. То есть, ряд раскопок показали, что просто истреблялись целая деревня массово. Там далеко не мирный процесс шел, процесс именно подчинения равнинных предков адыгов-черкесов из тех старинных культур древних, которые вытеснялись из-за этого в горную часть. Если взять основные группы, грубо говоря, могильников, которые исследовались по этому периоду протомиотскому, это будет группа, ну, по крайней мере, на северо-западном Кавказе, ближе к побережью, это Таманская, Прочерноморская и Абинская группы. Первую связывают с Таманскую синдами, вторую с Киркетами-Торетами племенем, а третью, предположительно, с Псессами. Археолог Эрлих первоначально объединил памятники 8-7 веков, Абинские и Прочерноморские группы, в западную группу протомиотских памятников за Кубани. Сейчас он определяет их как Абинско-Черноморский вариант памятников, допуская, что, ну, возможно, позже там разделятся все-таки протомиоты и степники отдельно. Древнейшую из этих групп составляют в могильнике Абинский, Черноклёновский, Ахтырский и некоторые захоронения, комплексы в Курганах за Кубани. Как правило, эти захоронения представляют собой грунтовые ямы, впущенные в насыпи более старых курганов вот эпохи бронзы еще, то есть подхоронения в Курган. Иногда в могиле погреблены 2-3 или более человек, то есть, причем, скорее всего, в разное время, то есть под захоронения практиковались. Ориентировка у них тоже такая неустойчивая, то есть предполагает керамика таких ковшей с петельками и рогатыми ручками. Все эти детали давали основание исследователям считать культуру населения близкой Протомиотской, что интересно, есть отдельная такая подгруппа Протомиотская, которая все захоронения, точнее, находили в окрестностях Геленджика дольмен и каменных ящиках в районе Новороссийска. Причем такие, знаете, с подзахоронениями, то есть неоднократно. Отсюда было высказано предположение, что часть населения именно в горной части, которая шла с дольменной культуры, бронзовая эпоха, к этим Протомиотам переходила. Она представляла собой таких генетических потомков именно дольменной культуры, то есть новое строительство дольменов прекратилось, но эти люди, культурная их составляющая осталась, в памяти оставалось, что дольмены использовались как гробницы, и они их впоследствии использовали, продолжали в том же духе, называется. То есть это такое смешение степной зоны, уже формирующейся Протомиотской, с остатками вот этих вот старых культур горных, дольменных. Ну, на этот счет тоже разные мнения есть. Есть же пример такой, что из Киев был такой случай, где находили дольмен разграбленный, в котором захоронение было скифское. В данном случае важен сам факт захоронения, то есть не как в поздние века, когда крышку верхнюю снимали и подзахоранивали вниз, то есть уже не понимали, как это строилось изначально, а именно через вот эту дырку, по всем традициям, которая происходила в дольменной культуре, дырку в Дольмении. Как свидетельцы археологические материалы, на левообережье Нижней Кубани в конце 7 века происходит смена населения. То есть в это время выше вот эти памятники, о которых я говорил обинской группы, они исчезают и заменяются совсем другого облика курганными захоронениями в больших прямоугольных ямах со сложными деревянными конструкциями. Все они совершены над индивидуальными насыпями или в пущенном насыпи более ранних курганах. То есть это говорит о том, что здесь начала преобладать скифская культура. То есть скифы вот сюда заселились в равнинную часть около Тамани и в районе Абинска, допустим, этих вот равнинных частей предгорных и просто вытеснили полностью все население отсюда в горы. И никаких признаков культуры предшествующей их эпох, именно относящихся к КДГ к черкесскому миру. С этого пора с 7 века до нашей эры в этих районах уже не прослеживалось. Ну, конечно, впоследствии там изменилась ситуация, но много позже. Мы говорим сейчас о периоде до нашей эры. На Черноморском побережье в районе Новороссийска оба вот этих этноса сосуществовали. То есть там они население не вытеснили, но подчинили местное население к себе скифы. И получается, оно у них было в таком состоянии данников, вероятно, всего. И вот население с культурой скифского облика сохранялось там на протяжении почти двух веков. На побережье многие элементы скифские стали заимствоваться местным населением, то есть шла ассимиляция. Не исключено, что даже скифский меч вот таким образом получился и смешение аберегенов и скифского стиля. В позднем шестом, особенно в пятом веке до нашей эры в местную скифскую культуру проникают отдельные элементы, характерные для уже дальней скифии, то есть той, которая в северном предчерноморье находилась, то есть видно, что происходит еще одна волна уже, другая совсем скифов, которая, скажем так, они начинают захватывать вот эти же территории, уже принадлежащие и аборигенам, и первым скифам, первым племенам, то есть появляются определенные вот эти вот типичные вещи, характерные для северного предчерноморья. Во второй половине шестого века до нашей районе Анапы появляется захоронение в каменных ящиках. Здесь мы видим такое влияние скорее всего связанное с перемещением коренной предковой адыга черкесской группы из тех бронзового века эпохи культур, которые где-то сохранялись в горной части к востоку, в высокогорный, в Сочи, там Лазаревский район, допустим, Туапсинский район, и которые к этому моменту вновь двинулись на запад и каким-то образом сумели закрепиться, сесть в районе Новороссийска, то есть вернув как бы позиции аборигенного населения обратно. То есть в это время идет такая война со скифами на всей этой территории и в то время появляются начинают греческие колонии в этот период на побережье. То есть влияние сразу трех культур. Вот такой вот сложный период происходил. Дальше уже появились уже полноценные миоты, о них мы поговорим в отдельном выпуске, потому что большая история целая. Ну и нельзя не сказать в этом выпуске об еще одной культуре, которая имеет такое очень существенное значение, которое повлияло в том числе на северо-западный Кавказ, но она развивалась в основном в Абхазии, в Калхиде, в Западной Грузии и на Центральном Кавказе. Это кабанская культура, она очень известна в общем-то в мире, в принципе. Очень много ярких находок связанных с этой культурой. Изначально она появилась на Кавказе в период тоже бронзовых веков, продолжала существовать в Железные века, то есть до самого третьего века до нашей эры в отдельных местах она сохранялась. Представители культуры проживали от верховья реки Кубань, то есть это Карачаева-Черкесия современная, до территории современной Дагестана, Абхазии и Грузии, и Западной Грузии. С центром ее в общем-то находился в центре находился в Абрадино-Балкарии современной, то есть центральный Кавказ, но некоторые связывают еще ее с колхидской культурой, поэтому было немножко разных в колхиде еще, то есть в Западной Грузии. Считается, что носители кабанской культуры приняли участие в этногенезе таких народов, как осетины, ингуши, чеченцы, народы Дагестана, Абхазы, западные грузины, балкарцы с карачаевцами, абазины и кабардинцы. Что интересно, что, как я уже говорил до этого ранее, именно кабанская культура, а точнее ее вот этот колхидский подвид, считается местом, откуда изначально распространялось по одной из версий, точнее распространялся нардский эпос, как в его такой первоначальной форме, там он зародился и вот оттуда разошелся по всему Северному Кавказу. Это одна из версий такая, просто она очень совпадает с территориями распространения, по времени, по определенным каким-то мотивам, и у тех народов, где распространена была кабанская культура или она имела широкое влияние, как всегда было с адыгами. Сама кабанская культура названа по имени первого обнаруженного могильника кабанского в селении Кабан еще в Северной Осетии в 1869 году. Тогда там река размыла берег, там каменные ящики с гробы выпали, это все увидели, отвезли в Тифлис, там исследовали и начали сюда приезжать в это селение маленькое, специалисты со всей России тогда, потом еще со всего мира, отмечаясь экспонатов успела разойтись в эти коллекции, что-то выкупили, то есть и получается, что эту культуру изучали как наши специалисты, так и зарубежные. Потом проходили определенного рода конференции, продолжали выкупать у людей, места, кто там это все понаходил, поразрыв к себе позабирал эти вот находки. И сегодня уже 20 века выделили три локальных варианта кабанской культуры и три этапа ее развития. Основной считался ранний кабанский классический, завершавшийся в 7 веке до нашей эры, тоже заметили, как и там, как и тут, видимо, какого-то внешнего вторжения влияло. И поздний кабанский оканчивается в 4 веке до нашей эры. По основной теории, известной на сегодняшний день, кабанская культура в своих истоках является относящейся к автохтонному местному населению кавказскому и возродилась в Среднебронзовом веке, то есть в период развития северо-кавказской культуры. То есть она, в общем-то, на базе северо-кавказских культур на одной из ее частей возникла, но не без влияния, скажем так, из Западной Грузии, из Калхиды. Ее население относилось к тому же споре, то есть была она адыгоязычным, но прото-адыгским языком владела либо прото-нахским, либо была вообще смешанным, что скорее всего. И этот вот некий язык прото-адыгский был одним из направлений адыгский, абхазский и вот этот язык третий, который позже был, ну, скажем так, он исчез, вобравшись под амсимиляцией других совершенно народов, но какие-то отдельные элементы его вероятнее всего сохранились в языке кабардинцев, которые пришли уже в средние века туда, но застали еще частично это население, в какой-то мере это и в абазинском языке. Характерными признаками этой культуры являются бронзовые изделия, топоры, поясные пряжки, фибулы, фигурки зверей, антропоморфные скульптурные изображения, отличаются они изящностью изготовления, исключительно высоким качеством выделки и бесспорно имеют художественные достоинства. Также была там различная посуда из бронзы, герамика с налепыми геометрическими узорами. На позднем этапе появлялись предметы скифского типа и преобладали железные изделия над бронзовыми. Но то, что они были очень красивыми, это факт, потому что не зря крупнейшие коллекции мира пополнялись и пополняются сегодня памятниками кабанской культуры, потому что это действительно то, что можно выставить на выставку. Потомки кабанской культуры в разные периоды истории попадали потом под ассимиляцию ираноязычных народов, отсюда возникли осетины, тюркских народов в ранней и поздней эпоху, отсюда возникали корчаевцы-балкарцы, например, они хоть и считают себя каким-то тюркским народом, но на самом деле они те же самые кавказцы, которые просто были ассимилированы тюрками и приняли их в язык культуры. По поводу индоарийцев была еще версия, но она казалась разбитой пух и прах и неубедительной. В настоящее время известно около 400 памятников кабанской культуры, 200 поселений могильников и кладов. Для племен кабанской культуры была типична оседлость, они скажем так в высокогорных районах, в предгорных и прилегающих к ним пространствах предпочитали селиться на труднодоступных местах, то есть на каких-то уступах, вершинах, то есть использовали естественную природную среду в качестве оборонительного сооружения, то есть неприступность именно скал, каких-то ущелья использовали для собственной безопасности. Умерших своих охоренили они по-разному, в простых ямах, стенки, которых иногда обкладывались булыжниками, или в просторных массивных каменных ящиках. Умершего охоренили в скорченном положении на боку. С ним, как правило, были предметы повседневного быта, принадлежность конской узды и украшения. Ведущее место, судя по всему, у них занимало скотоводство и считается, что применение методов скотоводства, вот эта отгонова и привычка к нему, она привела к постепенному зарождению коневодства именно в этих районах. Допустим, в отличие от соседних, где, допустим, предпочитали земледелие плужного типа, либо там разведение даже овчарок, да, то есть в какой-то мере развивалось в связи с применением скотоводства. Тем не менее, земледелие у них тоже было развито, находили зернохранилище, находили вот эти элементы плужного земледелия, серпы и плуги. В горных районах применялись методы террасного земледелия передовые для того времени, но все-таки скотоводство преобладало. Интересно, что у кабанцев вновь возникает применение гончарного круга, как это было в майкопской культуре, то есть он был потерян какое-то время, этот способ лепки изделий. Развивалась, конечно же, и обработка металлов, потому что, в принципе, было обилие рудных месторождений в горной части Кавказа, центральной. Причем, обработка металлов была достаточно оригинальной, некоторые следователи пытались привести такую теорию, что якобы из центральной Европы, из Дунайского бассейна какие-то миграции заставили их перейти к таким формам металлургии, но это не доказали. Что касается наследия культурного, то, как я уже говорил, коллекции сначала, конечно, разошлись очень много по рукам, потом начали потихонечку их выкупать у разного рода владельцев и постепенно образовались такие музейные коллекции российские и западноевропейские, государственные эрмитражи в Петербурге, например, такая коллекция есть. Во Франции это Сен-Жен-Мен-Анле музей национальных древностей. В советское время местным музеям тоже много чего досталось, то есть появились коллекции в Владикавказе, в Нальчике и Грозном, где это все можно посмотреть. На этом у меня все, в следующем выпуске мы поговорим уже конкретно про миотов, будем переходить уже к более таким вопросам частным, то есть конкретным племенам, к конкретным периодам взаимодействовать с эстетичным миром и так далее. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями, на этом все, всем пока.